Музыка Предлагаю высадить на ваших участках лабелию, великолепнейший цветок, который используется в качестве почвопокровника, так и в подвесных кашпо. А поскольку растение развивается крайне медленно, то и сажать его нужно пораньше. Семена лабелии очень мелкие, напоминают пыль. И сейчас я покажу, как можно произвести посев этих семян и вырастить рассаду лабелии. Часто предлагают мелкие, очень мелкие семена для посева смешивать с песком. Это такие семена, как лабелия, петуния и другие мелкие семена. Смешивать с песком и потом эту смесь высевать, рассеивать по поверхности грунта, земли. Я пробовал этот метод, он мне не понравился. Почему? Потому что я не могу контролировать количество высеваемых семян. То есть я сыплю этот песочек и не знаю, сколько семян попало мне сюда, сколько сюда, сколько сюда. Я чувствую в руках только песок. Или под руками, или с бумажки я сыплю. Но я не знаю и не вижу, сколько семян куда попало. Поэтому я предлагаю использовать другой метод. Я высыпаю семена в пластиковый белый стаканчик. Почему белый? Дело в том, в белом стакане семена очень хорошо видно. Семена практически как пыль. В прозрачном стакане вы бы такое количество семян не увидели. Можно, конечно, эти семена высыпать и на листочек бумаги. Потом сделать вот так вот перегиб и тоже рассеивать с листа бумаги. Но для таких мелких семян бумага слишком ворсистая. И семена сыпаться не будут. Они будут застревать в ворсе. А пластик скользкий и он не задерживает семена. Даже такие мелкие. Практически пыль. И вот наклонив стаканчик, постукивая пальцем, я аккуратненько регулируя количество высыпанных семян, перемещаюсь над плошечкой. Да, эти семена практически не видно. Но тем не менее, они высыпаются по поверхности. И так всю пачечку я высыпаю в ложку. Да, это процесс очень интересный, потому что семян практически не видно. Ну, естественно, вы видите, что присыпать этот грунт мы уже ничем не будем. Высыпав семена, укрываем его куском стекла. И ставим на теплый подоконник. Эти семена, семена лобелии, должны зайти примерно через 5-6 суток. Будет довольно густая щеточка. Периодически необходимо проветривать кюветку, снимая стекло, переворачивая его, или даже оставляя на несколько минут кювету открытой. Когда семена взойдут, мы продолжим съемку нашего видео. А пока пусть прорастают. Вот лобелия очень красивый цветок, но растет очень и очень медленно. Поэтому февраль месяц именно тот месяц, когда лобелию стоит высевать на рассаду. Она подросла и выросла только на до 3-5 миллиметров. Ну, и в таком состоянии я ее буду пикировать. Скорее, это будет не пикирование, это будет пересаживание. Потому что пикировать такой сеянец практически невозможно. Мы будем пересаживать ее вот в такую кассету. Сначала я делаю в грунте, в каждой кассете, углубление, куда буду укладывать комочек земли вместе с сеянцами. А теперь этой же чайной ложкой, обратной стороной, мне удобно ей работать, она плоская. Беру несколько растений вместе с землей, видите, их захватывается здесь штук 10-15, и переношу их в кассету. По-другому никак нельзя пересадить эти сеянцы. Вот так, это одна. То же самое делаю снова. Беру сеянцы из наиболее густо растущих мест. Вот так. Также укладываю их сюда. Вот. И следующее. Ну, вам, конечно же, понятен принцип. Пересаживаем. Таким образом, пересаживаем всю или часть вашей емкости, а часть оставляете прямо в ней. Часть сеянца будет расти у вас в этой емкости, а остальное вы пересаживаете в кассеты. Вот мы и заполнили одну кассету. Немножко уплотним грунт вокруг, чтобы был больший контакт с корешочками грунта, земли. Прекрасно. Пересадили. И теперь уже в этих кассетах лобелия будет расти до самой высадки в грунт. Это будет где-то после 10 мая. Здесь у нас в Мелитополе минует угроза поздневесенних заморозков после 10 мая. Все. И немножечко, немножечко проливаем водой. Чуть-чуть. Не сильно. Дело в том, что мы высаживали, пересаживали лобелии уже во влажный грунт. Поэтому стоит только чуть-чуть прилить, чтобы был лучший контакт с почвой корневой системы лобелии. Все. Спасибо вам. Удачи. Сажайте цветы. И пусть у вас на даче будет красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова